Всем добрый день! Очень рада здесь вас всех видеть. Эти вечера стали такими традиционными, и много знакомых лиц, и много удивительно новых, юных лиц. Приветствуем вас в этом клубе. Вот я заметила, что многие люди, кто-то снимает себе, видимо, на памятный телефон, но стоит напомнить, что прекрасный Юрий Алексеевич Трифаненков, он снимает вот такие концерты, выкладывает на YouTube, у него есть два замечательных канала «Офицерский романс» и «Архив авторской песни». Да, и там очень много интересных концертов. Горючо рекомендую. Качество съемки всегда прекрасное. Я здесь обычно пою три песни, и сама себе тоже сложила традицию, что одна песня моего отца Виктора Верстакова и два других кита афганской песни Юрий Кирсанов, концерт на котором будет 23 декабря, приходите, кто еще не знает, и Игорь Морозов. Но сегодня ни одного этого автора я не спою песен, а будет три других, и даже о войне будет только одна песня. Первое. Мне отец звонил, он там в Соке-Бирюльке, он живет в Торисковой области, я там в Сочи, и он говорит, есть такой фильм «Таинственный монах», и там звучала такая песня, он говорит, ну вот почему не я ее написал? Точно так же он говорил про песню Трофима «Аты-баты», прям чуть не плачет, что я должен был эту песню написать. И вот про эту песню, она прям действительно так в духе Виктора Глебча, и ее авторы Никита Богословский, а слова Михаила Танича. «Последняя осень». Напишу через час после схватки, А теперь не могу не просить, Эскадроны бегут без оглядки, Унося мертвецов на Рысе. Нас уже не хватает в шеренгах по осень, И героям нас кучил солдатский жаргон, И кресты вышивает последняя осень По истертому золоту наших погон. Напишу через час после смерти, А теперь не могу не забить, Похоронный сургуч на конверте, На моей замесили крови. Мы у Господа Бога по блажке не просим, Только пыль да копыта, Только пыль да копыта, да пуля в догон. И кресты вышивает последняя осень По истертому золота наших погон. И кресты вышивает последняя осень По истертому золоту наших погон. Ее один из первых исполнителей Андре Клаво Называется «Домино». И эта вот женщина рассказывает Про своего возлюбленного, Которого зовут Доминик, О том, как она его любит, Боится потерять, Ревнует всячески, Следит за ним. Какая-нибудь параноидальная вещь. И удивительно, Я сейчас стала искать ее авторов, И увидела, что когда Она исполнялась на русском языке, Она звучала в фильме «Дело Румянцева», Такой варис «Домино», А слова написал Михаил Танич. Субтитры создавал DimaTorzok «Домино» Субтитры создавал DimaTorzok «Домино» 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 Молча смотрит бездна на летящие огни. Ах, Отец Небесный, ты спаси, ты сохрани. У черты последней жизни вечной на краю Я скажу, я скажу, я скажу Оставь меня в раю, у нас в раю. Ведь там опять весна расплескалась ручьями. Ведь там опять зима с этим белым огнем. Оставь меня в раю, средь любви, средь печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем. Оставь меня в раю, средь любви, средь печали. Я все тебе спою, что узнаю о нем. Спасибо. Вадим, ты, как всегда, неправда. Помнишь, Борис, это неправда, Александр Борисович? Нет, вот сейчас мне ребята очень хорошую фразу сказали. Когда, говорит, ты поешь, мы слушаем слова. Когда Маша поет, мы слушаем голос. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ладно. Хорясь, что у меня нет голоса. Орать-то я могу. Это я сегодня еще на себя не позволял. Я сейчас смотрю. Ну, мы идем, например, по графику. Я не хочу очень многих задерживать. Я готов, я готов. И сейчас все выпили, я могу вообще до 12 ночи. Сегодня гардеробчица, пожалуй. Ну, и Маша, кстати, просил. Как у вас жизнь, говорит? Ну, хорошо, говорит. Ну, так спать хочешь. А чего? Вчера было два концерта, говорит. Кончились где-то 12 часов там. То есть, отделение было примерно по два часа. Хотя положено отделение по 45 минут. И люди тут, которые нам помогают, они где-то не достали. Нет, мы идем четко, покрасьте. Если будут какие-то исключения, я вам скажу. Вот сейчас надо выйти из подобаяния Марии Машкиного голоса. В жизни есть не только красота и звучание, ребята, есть и смысл. Мы остановились, мое выступление остановилось на цикле афганской войны, которые не укладываются в один цикл. Вот середина афганской войны, да? Ну, я что, не хочется ругаться. Я глубоко уважаю военных корреспондентов. Хотя, вот, например, Аннери Бардуз был такой, французский писатель, писал о Первой мировой войне. Он назвал, знаете, как этих военных корреспондентов? «Окопные туристы». В принципе, да, мы окопные туристы. Ну, хотя бы мы туда, хоть как туристы заглянули иногда. Но я к тому, что, когда вот эта Афганская война дошла примерно до середины, у меня уже там не первая, не вторая комментировка туда, я хоть начал хоть что-то там понимать в водоресах. Вот у нас сегодня в том числе сидит человек, который был в спецназе групп, в газете был, да? В общем, у меня была песня такая, называется «Абганский гарнизон». Те, которые я хоть немножко знал. «Абганский гарнизон» От скуки штаб сороковой Аэродром Небесный гром Комдив с чекушкою И пропорщик с ветром Джалалалабаб Волшебный сад Между двух бригад, Что над рекой Хранят свой собственный покой Спим на часах И с бычком в усах И вертолетный полк витает в небесах Акулих умри Тут хоть умри Но вечно глина под ногой И вечно мина под рукой И каждый час Пугает нас Рванувшись в дуру На складаль поезд запас Кундуз, кундуз Не хватит мус Чтобы поэта Вдохновить тебя Прекрасным Объявить зимой мороз Весной понос И круглый год жить Не жить один вопрос Газни, газни Кругом огни Пьют дышака Издалека Игномет из бугорка Перезау Гони хану Без темноты Она не стоит этих суд Гордец, гордец Пыль до небес Качают духи головой Перед бригадой штурмовой Мол, за рубли В такой пыли Мы сами духи Продохнуть бы не смогли Шэндам, шэндам Здесь мало банта А тот, кто это, кому не рад Пусть отправляется в герак Но здесь все ля Госпиталя Где муго-капа А с ними пухом нам земля Векам тагар Сплошной бугар На черной площади В райах Горит среди ночи И среди дня Но за углом Аэродром Где нас не взять Где ждут нас Пропаши Сидором И вот песни из цикла, так сказать, позднего Афганистана. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет миссиска речка, И режутся лазом полить, А над палаточным брезентом Свистят у ветра по свинец, Жизнь, словно кадры киноленты, Дала картинку на конец. О чем задумался от штаба, Какие в Яфе увидел сны, Откуда спирт, откуда баба, Спрося об этом войны. А хорошо сестра хохочет, От медицинской войны, Она любви давно не хочет, Ей душу глянула война. Эй, заполи, плесни помалу, Теперь за Родину пора, Нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Нам не спуститься с перевала, Который взяли мы вчера. Война становится привычкой, Опять по кружкам спирт разлит, Опять хохочет моя сестричка, И режет сало за пальцем. И режет сало за их. Аплодисменты. И режет сало за их. Еще, конечно, большой цикл. Я хотел вам повторять во всех моих песнях, но смысл цикла «Война и любовь». Пояснять не буду. Юра, ты вспомнил. Вот Юра, кто сегодня выручал бумажки песен, в смысле, цветы за песни. Много лет уже воевал, много лет. Из батальона «Сомали» легендарного. Вот сейчас глаз сохранится, и Юра все будет нормально. И он говорил, что вот моя песня еще где-то давно видел чуть не советское время. Журальда. Юрочка, для тебя. Быть вон же смерть уже стоит в твоем сголовке. И утром навсегда всплакнуто окном, ветрами вендук ушел, маячет за окном гражданская война. Зачем? В чужих горах мы сохранили душу на нынешней войне. Душа нам не нужна. Зачем? Душа нам не нужна. Мы сохранили душу на нынешней войне. Душа нам не нужна. Усеяна земля осколками державы куда не сделай шаг. Кровавые следы не обрести в бою ни вечности, ни славы, ни честного креста, ни жестяной звезды. Не обрести в бою ни вечности, ни славы, ни честного креста, ни жестяной звезды. Быть может, свет уже стоит твое скромовье, и утром навсегда Расстанемся с тобой И всё-таки любовь останется любовью, И всё-таки война останется войной. Если помните, мы начали с того, что я пою сегодня не тематику, а пою циклы. Много песен написал о лётчиках, но потом начал пересмотреть. В основном, вертолётчики, потому что летал с ними очень много. Про крылатую авиацию мало песен, но есть. Лучше называется «За уголок», а для наших лётчиков с севера «Уголок» — это скандинавский полуостров. Видны из нашего окна два деревца, три валуна, Забор труха, полянка мха и четыре антенны. И здесь не выдержала срок, я стартовал за уголок, А ты в Москву дван двадцать шесть одновременно. Не дали верхней шелом, я видел мир со всех сторон, Мой самолёт летел вперёд, а твой налево. Забыть бы так за уголком, что я с тобою был знаком, Все наши дни, все наши ночи, все на первые. Твоя родня была права, мне легала, что двадцать два, А я в штабном столичном личном кабинете. Вот поверну за уголок, пойду на северо-восток, Там есть один авианосец на перемете. Ведь, может, он не виноват, что ты ругала всё подряд, Здесь, в гарнизоне, в бывшей зоне, обветшала ему. Тебе бы джаз, тебе бы урок, и я лечу за уголок, Чтобы жизнь моя и то тебе бы не мешала. Видны из нашего окна два деревца, три валуна, Забор труха, полянка пха, дошли антенны. Ты здесь не выдержала срок, я стартовал за уголок, А ты в Москву, вам двадцать шесть, одновременно. Цикл Ислама. Самый страшный цикл, конечно, да, Но можете поверить, я можете не верить, Но я вам сейчас докажу песни. Ещё с афганских времён, у меня было предчувствие, Что ислам это не главный наш враг. Я написал эту песню, которую сейчас вам спою, И которую потом подтвердил в Чечне, да, Да, это страшно, да голову отрезали, да пытки были. И всё равно я чувствовал, что мы пройдём вот это, Кровавое и месиво, и мы объединимся. И сейчас воюют чеченские два полка, И, по-моему, два отдельных батальона, да, Не знаю, я могу поправить, если что там, да. Но они и воюют. По-моему, Ахмад Акадыр не только сын, Но и дочь служит там, на фронте. Ну ладно. Вот. Сейчас, как ни относились к этим ребятам арабам, Но они открыли второй фронт После нашего общего врага. Короче, мне сейчас менее стыдно за ту песню, Которую написал ещё в афганские времена, За которой меня очень много в интернете оскорбляли и оругали, Называется «Пылает город Кандагар». И все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах Акбар, Аллах Акбар. И над могилой отца, за плавом, наконец, Твой путь пройду я до конца, Аллах Акбар, Отец. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Аллах Акбар, горит песок и ружится скала, И в очередь на исказок дорога перешла. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, кто на искло неперебитым назор, Видишь, в атаку батальон, Аллах Акбар, майор. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Вы слышите, как мы поем в танцинговых гробах? Ты видишь ли, как мы идем, мы не свернем, Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар. А если кто-нибудь живым вернется, как Акбар, Его бы может быть праздник, его Аллах Акбар. Аллах Акбар, Аллах Акбар. Говорит горно Кандагар, живы войти нельзя, Ведь все-таки Аллах Акбар, Аллах Акбар, друзья, Аллах. Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Кто постарше, здесь у нас здесь, помнят страшные, смешные, гадкие, гнусные, двенадцатьи годы. У меня много типов песен про девяностые годы, но обычно грустные, про измену армии, про обстрел Белого дома. И вот недавно я что-то буквально нашел песню, даже слова не вспомню, потом ее разыскал. Может, не стоит петь, потому что там много фамилий, которые лучше позабыть, но она была написана, я вам спою. Называется она «Поход за цветами» в двенадцатых годах. Нечистая сила «Поход за цветами» 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 А дыша к другому, какому я вам рассказал. И фамилии, вот у меня в стихах и в песне, и конкретные судьбы. Обычно я пою, когда присутствует здесь Виктор Дмитриевич Жуков, был он военным советником в Афганистане по линии армейской. Но пел, и буду петь еще, и для Любови Федоровны Айрумян, у которой муж был военным советником в Афганистане по линии КГБ. Да, Оля, да? И вот Ольга Федоровна Айрумян ушла в этом году из жизни. Я, кстати, не знаю, для Любови Федоровны ушла, да, Ольга мне это сейчас сказала. Поэтому я спою песню про советника, как бы про Жукова. Ну, я тебе говорю, что Жуков заболел, да. Сейчас, когда-то очень много болеет, зал должен быть полный перепон, одиноко слабо. У Жукова давление, третий день, говорит, скорую вызывает за 220, да, падает там слабо. Третий день вообще сказать слово, ну, это, что-то. Времена тяжелые, поэтому все, кто себе пришли, герои. Он сядет на поиск оружия, уедет служить в Денинград. Он хочет не думать о прошлом, как и года четыре назад. Не спит от колесного скука, хоть и на ночь попил меч и кулы. Он помнит, он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полков бунтовали солдаты. И ждали его во дворе. И вышел военный советник, непрежно ремень теребя. Она под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали зарпазы и пятились под ногу. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. Своим пистолетиком и валом с арбазов погнал он вперед. Туда, где за каждым дувалом нятежные строчи пульган. И шли, прибиваясь от страха, судьбу проклинали ножки. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел? В экспрессе Москва, Ленинградь. Мир тот же, из крови и песен, как года четыре назад. Идем, уезжаешь в разлуку, а мы с тобою разлучены. Спит Виктор Дмитрий, ведь жунка в советник советской страны. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У меня еще, кроме цикла, да, это... Мы люди простые военные, отцахи и стаканов, и мы должны четко поплавить программу. Что записано, то сделано. И сейчас, может, не совсем уместно, но я хочу прочитать стихотворение о России. Хотя называется оно странно, не по-русски, называется «В Париже». Мы познакомились в Париже. И вдруг, без горечи и зла, «А я нас сильно ненавижу», она в ответ произнесла. В кафе «Ротондо» на Монмартре мы пили виски и пирюшон, и мир, как будто бы в театре был задемнен и поглушен, богемы, торгаши, туристы, дымя французским табаком, нетерпеливые, нечистые, взирали на нее только. Ну что ж, она была прекрасна, и высока, и холодна. Такие женщины опасные, и беспощадные, как война. Да, вышла замок за арабов. Зато уехала в Париж. Я русская, но я не баба. Чего с преселином, глядишь? Перевести бы мне на шутку наш неуместный разговор, и ту родную проститутку не вспоминать бы до сих пор, она Россию ненавидит. И все же в отеле присвечил, покоя нас никто не видит, рыдает на моем плече. Возвращаемся к ракетным войскам, мы все туда. Сегодня праздник, да. Песня называется «Автобус 98-й». В одно время, когда мы учились в Академии Дзержинского, и уже с чисто казарьного положения перешли как бы почти на общежитие, нам платили какую-то небольшую стипендию, которую мы, конечно, быстро пропевали, и ни хрена не оставалось на еду. Мы жили на Садово-Спасской улице, где, если кто-то из старшего поколения был дом военной книги, а между ними стоило два таких. Высокий, да. И оттуда 98-й автобус куда-то навозил. Ближе к Академии. Мечты Обязательно сбудутся, но вечно пребудет со мной Садовая Спасская улица, Автобус 98-й. Брюмные ларьки в окружении И через дорогу пудмам Войдите в мое положение Пропить все и жить натощак. Я выучусь, стану ракетчиком, Женюсь, воспитаю ребят. Над жизнью своей искалеченной Расплачусь я вдруг не в попал. Жена удивленно нахмутится, Я выпью и снова со мной Садовая Спасская улица, Автобус 98-й. Мы людям по-своему дошлые Советские Эксио-Керан, Да здравствует светлое прошлое Туманному завтра лжан. Претерпится жизнь и прилюбится, Жаль юность порвется струной. Прости меня, Спасская улица, Автобус 98-й. Садовая Спасская улица, Автобус 98-й. У нас остается несколько Незапланированных минут, Поэтому то, что я давно не делал, По старости лета наступающего маразма, Если кто-то скажет мне, Какую песню спеть из моих, То я... давай говори. Королевских конюшнях. Есть? В королевских конюшнях Метра нет для коня, Медсестра раскладушек Принесла для меня. Очень трудно, Голубки, В коридонах не спонишь, Стыгав руку, Голубку полегла молодежь. Жертолетчик без права, Минометчик без дуг, На боязках кровавых, Ничего кроме мину. Отыскала местечко в самом дальнем углу, Где тесальник навечно затремал на полу. Унесли педагогу, Положили меня, И отсюда мешал, Я спокойнее коня, Ведь от ног до макушки Весь я гипсовым стал, Мне не надо подушки, Разве что пьедестал. Метсестра, медсестричка, Что ж ты слезы не пьешь, Как же ты без привычки Здесь в конюшнях живешь, В королевских конюшнях, В госпитальном чаду, В наркотичном, Спиртушном, Отвержденном бреду. Если чудо случится, Если сном у вас растут, Дай свой адрес, Может быть, пригожусь, Но о коренье воскреску Все равно хоть часом, Проживу на чудесной, Подглядев адресом. В королевских конюшнях, Метра нет для коня, Метсестра мою душу Унесла от меня. От боя до боя не долго, Николь от калишь бы не сталь, Пошло нам терять, кроме дома. Нам нечего больше терять. И пусть на пространство державы Весь в роды наш незримый опять, А что нам терять, кроме славы? Нам нечего больше терять. Петки и волосы серы, Но выбилась белая прядь. А что нам терять, кроме веры? Нам нечего больше терять. Звезды из некрасивной жести Восходят над нами опять, А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? А что нам терять, кроме чести? Нам нечего больше терять. А что нам терять, кроме чести? Если что, три песни закручительные. А разветку? Это Морозовскую. Неуместную? Нет, ребята, я Морозов очень люблю, И спою песен про Морозов. Но сегодня не хочу... А пять раз за шесть нестая? Нет, это сложно, давай. А давай везди. А девятую роту? Везу? О, давай везди девятую. Тоже, кстати, девятая рота, Три сорок пятый полк, Который участвовал в штурме дворца Алина Мельцевской КПШ. Еще на границе, И дальше границе Стоят в ожидании Наши полки. А там, на подходе Кавканской столице Девятая рота Примкнула штыки. Девятая рота Сдала портбилеты, Из памяти вычеркнула имена. Ведь если затянется Болька рассвета, То небо вороты Приснилась она. Войну мы тогда Называли работа, А все же она Оставалась войной. Идет по Кавулу Девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Пускай коротка Ее бронеколонна Последней ходившая В мирном строю Девятая рота Сбивает заслоны В известном декабрьском Первом бою. Прости же Девятая рота Отставших Такая уж служба, Такой был приказ, Но завтра зачислят На должности павших В Девятую роту Кого-то из нас. Ведь завтра зачислят На должности павших В Девятую роту Кого-то из вас. Пойду мы опять Называем работа, А все же она Остается войной. Идет по Тверскому Девятая рота, И нет никого у нее за спиной. Идет по России Девятая рота, Пусть нет никого у нее за спиной. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы подождем На последнюю песню. Но сначала объявление. 23 декабря Всего года Здесь же в гнезде Глухаря, Но не в нашем нашем Маленьком аютном зале, Который, извините, Я люблю больше. А вот там С центрального входа Там есть так называемый Большой зал. Будет выступать Один из основоположников Афганской песни Мой любимый друг Юрий Кирсанов. Который вообще-то живет в Донецке. И в данный момент Находится в Донецке. И в данный момент Посылает сообщение, Что там грохот ужасный, Но приятный. Потому что Рвутся уже не снаряды в Донецке, А беспробудно работает Наша артиллерия. Ну просто бесконечно. Ну вот, Юрий Кирсанов Будет давать концерт Тоже в 15 часов 23 декабря. Поэтому, кто придет Советую Советую прийти. У Юры голос Практически не изменился. Осталась мелодия Афганской войны, Которую он дал Своим голосом, Своей музыкой. Потом это воспринял Игорь Морозов. Игорь Морозов Последняя песня Споедина про него. Он дал смысл как бы. Юра дал мелодию Афганской войны, А Морозов дал смысл. Морозов от нас Ушел уже полтора года назад. Почти как началась Это спецвоенная операция То есть война с НАТО Война с НАТО Война с НАТО на Украине, да. И Морозов ушел от нас. Я успел написать Для него песню про него И он услышал, И я его сейчас спою. Что я хотел еще сказать В заключении Вот какие-то странности, да. Я считаю себя Примкнувшим к ним. И нас было трое. Мы все с 51-го года рождения почему-то, да. Мы все попали в Афган капиталами. И потом как-то мы все трое сдружились. Поэтому я хочу закончить наш вечер. Ну, он не только афганский. Конечно, мы думаем про СВО. Еще раз повторяю, да. Но все-таки помянем Морозова. Потому что Это ведь он не только писал про Афганистан. Он писал вообще русская воинская песня. Песня посвящается Игорю Морозову. Называется «Была-не-была». Мы еще вспоминаем Афганские горы. Мы еще вспоминаем Афганские горы. Мы еще не забыли Ущелья Чечни. Мы уже не про них. Мы ведем разговоры. Доживая солдатские Спутные дни. Мы уже не про них. Мы ведем разговоры. Доживая солдатские Спутные дни. Помнишь домик стрельцов? Помнишь быструю речку? Помнишь девочку ту, С кем сидел в костра? Это было давно. Это будет навечно. С этим нам расставаться Еще не пора. Это было давно. Это будет навечно. С этим нам расставаться Еще не пора. Пусть девчоночка та Стала женщиной старой. И костер прогорел, И река заросла. Есть у нас на двоих Автомат и гитара, И война за окном. И была, не была. Есть у нас на двоих Автомат и гитара, И война за окном. И была, не была. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне тут прогресс очень нравится. Спасибо всем огромное, депутаты. Мы победили, депутаты. Юра, тебе спасибо особо. Так, нас пока никто не прогоняет.